Доброго дня всем, дорогие друзья! С вами программа «Есть что сказать. Встреча на Святой Земле». Сегодня святой и великий вторник. Вместе с Церковью мы с вами следуем за Христом в Иерусалимский храм, слышим обличение книжников и фарисеев, слышим притчи о десяти девах, о талантах, о страшном суде, слышим и слова «Вы знаете, что скоро Пасха, и Сын Человеческий предан будет на распятие». У нас на связи Иерусалим, наш постоянный проводник по Святой Земле, гид паломнической службы Радонеж Анна Мусан-Леви продолжит тему. Анечка, здравствуйте! Здравствуйте! События Святого Великого Вторника ведут нас в Иерусалимский храм. И Господь там предпринимает очень решительные действия, которые вызывают много вопросов. Да, действительно, часто нам кажется, что зачем же было так, скажем, жестоко поступать с торговцами в храме. Действительно, и у нас в храмах, мол, продают свечки, иконки, и никто этих людей, тем не менее, не выгоняет, и ничем плохим это не считается. Но на самом деле вот эти обвинения часто можно слышать. Вот видите, Господь изгнал торговцев из храма, а у вас в православных церквях. Да, вот для того, чтобы опять же это понять, нужно опять же немножко, во-первых, рассказать вам, что представлял из себя Ветхозаветный храм, и что за торговля была там развернута. Ветхозаветный храм — это не просто одно здание, как мы себе представляем. Само здание этих храмов, в котором, собственно, находилась святая святых, то есть внутренняя часть с ковчегом завета в ней, было как раз небольшим. Это было небольшое прямоугольное здание, окруженное, во-первых, дворами, в которых стояли верующие. Это был отдельно мужской двор, отдельно женский двор, отдельно двор для празелитов, при том, эти дворы, они отделялись действительно воротами и стенами, то есть это были дворы-дворы, то есть, грубо говоря, женщины не видели, как совершается жертвоприношение, видели только мужчины, они стояли в мужском дворе около жертвенника. То есть это достаточно большая территория. Кроме того, в храме были целые здания, помещения, например, шла по всему периметру вокруг дворов галерея, через которую были входы в помещение, где жили священники ветхозаветные. Там же размещались ткаческая мастерская, там же швейная была, где шились облачения. То есть это было нечто наподобие нашего монастыря, можно так сказать, да, где была и пекарня, и много всего другого. Кроме того, вход в храм тоже проходил через такие специальные ворота, и через туннель человек попадал в такой, как некий форум, можно так назвать, где продавались жертвенные животные, что тоже понятно было необходимо. Так вот, в этом помещении, кроме жертвенных животных, стали обменивать валюту, но что тоже, в общем-то, было верным, ведь в храм приходили иногда чужеземцы, и для того, чтобы внести в казну храма денежку, нужно было поменять свои деньги на шекели, которые ходили в Палестине. И, соответственно, кроме этого, там стали проводиться бизнес-переговоры, заключались бизнес-сделки. Это было похоже на нашу биржу. И вот поэтому действия Христа очень даже можно понять. Опять, как и вчера мы говорили с вами о его действии со смоковницей, и здесь Господь действует как пророк. Он показывает утрированно, да, как бы действительно несоответствие подобного рода деятельности с храмом, потому что храм мой дом молитвы наречется, да. И, конечно же, если посмотреть то, что продают, в общем-то, у нас в храмах, обычно это принимают записки и продают свечи, в общем-то, конечно, это несопоставимо. Действительно, в старые времена, вот в моем хотя бы детстве, когда не было у храмов такой роскоши, как отдельная церковная лавка, действительно могли и еще иконы или духовную литературу продавать внутри храма. Но как только появилась возможность вынести это за пределы, мы знаем, все книжные иконные лавки находятся в отдельных помещениях. Ну, я уж не говорю о том, что у нас там доллары на рубли никто не меняет и бизнес-переговоры не ведет. Ну, вообще, что касается вопроса торговли в храмах, я знаю приходы, где нет возможности вынести церковную лавку за пределы храма, но тогда четко соблюдается благоговейное отношение к богослужению. То есть, например, во время евхаристического канона лавка закрывается, и никогда поют и же херувимы, никогда Господь уже на престоле, никогда Он выходит к людям, конечно, никто не продает свечки, их не покупает, и для этого есть другое время. Ну, а что касается бизнес-переговоров в храме, то, к сожалению, это опять-таки про нас, потому что, вот знаете, когда запричастный стих, когда в храме видимым образом ничего не происходит, вот тут и начинается и как у тебя дела, и здравствуй, как мы тебя давно не видели, и хочется же поделиться новостями, ну, как бы какая-то пауза образовалась, то есть, вместо того, чтобы молиться, очень собрано, очень сосредоточено перед тем, как вот уже все, Господь выходит, и мы его принимаем в себя. То есть, вот, конечно, да. Это снова про нас. Что еще про нас? Ну, про нас, конечно же, притча о десяти девах. Вот, кстати, очень непонятная притча, одна из самых непонятных притчей, которые мы от Господа слышим. Да, действительно, Христос, который учил последнее себя отдавать своему ближнему и даже саму жизнь отдать за других, да, и сам же показывает нам в этом пример. И вдруг Господь показывает ситуацию, где, оказывается, поделиться-то невозможно. Опять же, для того, чтобы понять этот момент, нужно обратиться к языку образов, потому что здесь, конечно же, не имеется в виду обыкновенное оливковое масло, которое было налито в светильники у этих дев. Здесь точно так же, как и соль. Помните, когда Спаситель говорит, «Вы есть соль земли». Если соль потеряет свое свойство, чем можно ее осолить? Ее высыпают вон в мусор. Это точно так же и масло. Масло — это имеется в виду добрые дела, которые человек накапливает и не только даже добрые дела, а определенные качества души, которые христианин развивает в себе. Это вера, это доверие Богу во всех ситуациях, это любовь, милосердие к близким и так далее. То есть это то, что является тем маслом, на котором может гореть наша душа к Богу, скажем так. Вот без этого всего душа к Богу гореть не может. Если человек злой, жадный, завистливый, ленивый, материалист, его душа к Богу не горит. Правда же? Это очевидно. Так, соответственно, есть вещи, которые ты не можешь передать другому человеку. Ты не можешь ими поделиться. Их надо запасти. Вот как эти девы, разумные, благоразумные, запасли масло. А неразумные не взяли его достаточно. Они были ленивыми, работали в полруки и в полноги. Соответственно, это опять же всё полностью имеет отношение к нашему духовному состоянию, с которым мы заканчиваем Великий пост. Что мы приобрели за это время? Запаслись ли мы маслом на весь год, чтобы наша душа, наше сердце горело к Богу в остальные дни? Ань, удивительно, у меня никогда не возникала эта параллель, а вот сейчас она вот совершенно ясно возникла. Не знаю, насколько я права. Помните, у Андерсена в огниве, когда солдат попадает в первый зал, там он видит медики, он набирает полные карманы, в следующем зале серебро, но чтобы набрать серебро, надо шмедяшки выбросить. А ещё следующий зал, там золото, и приходится выбрасывать серебро, и только тогда он может положить золото в карманы. Ну, вот, наверное, так же и с этим маслом. Его мало того, что надо дать, его же надо ещё суметь принять, а если там карманы полны медиков и всего того добра, в кавычках, которое мы туда в душу набиваем, то, конечно, место там просто может и не оказаться. Да, совершенно верно, действительно, это так. Притча о талантах. Притча о талантах это одна из любимых притч археологов, потому что, во-первых, здесь речь идёт о деньгах того времени, что очень интересно, а во-вторых, здесь упоминается вполне конкретное историческое лицо, вернее, Господь намекает нам на царя, которого очень хорошо помнили и знали его слушатели. Вы помните, что притча начинается с того, что некий царь пошёл принять царство, и вслед его послали просьбу, не хотим, чтобы он царствовал над нами. И вот остаются его слуги с вручённым им серебром, который они должны употребить на пользу, при том, что царь явно нелюбимый. Здесь опять Господь обостряет, усиливает для нас эффект своих слов, напоминая людям о царе Архилайе, который был старшим сыном Ирода Великого. Это тот самый Архилай, который воцарился после смерти Ирода, то есть, когда спаситель уже находился в Египте. И помните, Иосиф, узнав, что Архилай царствует, решает не вернуться в Иерусалим. Почему? Когда хоронили Ирода, народ устроил праздник. По понятным причинам Ирода очень не любили. А Архилай подумал, что это может перерасти в бунт. Он вызывает римских солдат, и Иерусалим заливается кровью. Дальше Архилай продолжает творить такие же дела, как и его отец. Он тоже женится на жене брата, которого убивает для этого и так далее. И как и Ирод Великий, Архилай прослыл жестоким, несправедливым царем. И поэтому эта притча именно усиливается очень сильно тем, что это не просто царь, какой-то добрый, хороший царь дал монетки и велел их приумножить, а царь, которого ненавидели. И когда Архилай поехал действительно в Рим утверждаться у римского императора в своем царстве, повез ему богатые подарки, вслед него отправились фарисеи и саддукеи с просьбой, не утверждая его, кесарь, мы не хотим, чтобы он над нами правил. И действительно император, внимательно, так сказать, разобрав дело, выслушав, понизил Архилая до этнарха, то есть народного правителя. Именно поэтому помните, когда Пилат допрашивает Христа, иудеи говорят, по закону нашему должен умереть, но ты знаешь, нам не должно убить и никого же. Что имеется в виду? Их лишили права выносить смертный приговор, смертную казнь. Это произошло именно вот из-за этой личности, из-за Архилая, именно в этот момент. Так что притча о талантах, опять же, это крайность. Даже если нечестивый царь, давший тебе таланты, повелел их преумножить, тем более должны мы быть верными рабами нашему Господу, который царь и добрый, и милосердный, и любящий нас больше родной матери. Анечка, спасибо. И притча о страшном суде, думаю, в особом толковании не нуждается, там все очень понятно, просто иди и исполняй. Дорогие друзья, спасибо вам за то, что вы проводите это святое и великое время с нами. Эфир телеканала Союз продолжается. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин